Приехал я в город Киев, в Бомоч приехал, там, в Учеб, и что-то прочее. Но я себя почувствовал господом Богом, я перестал на группы ходить, я сам себе, наверное, уже подумал, что я выздоровел. И когда иллюзиями всякими начало жить, так как вот у меня было раньше, немножко отступлю, что вот я прихожу на группу, у меня отношения, а я еще ищу себе целый горем, да, поэтому не надо. И вот я всегда боялся рассказывать вообще о том, что у меня происходит в моей жизни, вот в отношениях и все прочее. Но там все молодые девчонки, как, что-то они услышали, потом меня, блин, это там. Подходят, да я никому не нужен был в таком состоянии, я же верил, что не нужен был кому-то. Меня очень еще поразило, на группы я ходил, вот собрат у нас один, он все время честно про себя рассказывал, а на тот момент вообще не надо рассказывать, я думаю, как тебе удается такие вещи рассказывать. Он говорит, честность для меня это как бы основное слово в жизни. И вот я потихонечку начал с него учиться, честно говорить. И вот я отступил. Вот я жил в мире о нем в голове, и не мог разобраться вообще, что мне надо, что я все чувствую по отношению к себе, по отношению к другим людям. Я погнался за престижем, там, погнался там в политику в лес, то есть мне это надо было как алкоголику, но я на занятие спасел, да. Все, мне в голову выносило 4 месяца, я был в сумасшедшем состоянии, то есть я алкоголь физически не употреблял, но эмоционально я был очень страшный человек. Я вернулся к тому уровню, с которого я начинал. Я не мог вообще понять, что произошло тогда. Потом все-таки Бог меня любит, Он никогда не оставляет. Он все-таки создал секуацию, и Он сделал секуацию, чтобы меня оттуда вытащили, потому что я бы оттуда сам не ушел. Он создал секуацию, и вытащил меня оттуда, это было безумие, потому что я был на грани уже употребления, либо на грани сумасшедшего дома, либо, ну, там, битв, убийство, то есть это тоже уже, как бы, в моем состоянии происходило. Так вот, Он вытернул меня, и я приехал, и вообще проанализировал, что произошло, время понадобилось, чтобы, ну, мне немного времени понадобилось, мне хватило немного, чтобы вообще понять, что на самом деле я хочу. И действительно понять, что я себя ставил на его место, пытался поставить, хотя я не мог, я никогда не буду, не хочу быть. И что, как бы, грубо говоря, прикрывался, уздоровления на самом деле, вообще-то, особо такого никакого не было, я приехал, и я забыл про это, то есть я погнался, зарабатываю там деньги, мне надо деньги, да. На самом деле я понимаю, что на сегодняшний день, если меня на первом месте будет в собственности крести, то ничего об этом же не дадут, мне недолго останется, потому что, ну, я приду, а то больше опять, так это сам Бог меня уводил. Сегодняшний день Бог для меня на первом месте, выздоровление в течение группы и служение другим людям, если я мог поделиться опытом, там, своей жизнью, ну, там, как бы я начинал с другими людьми, я никогда не отказываю, вот. И я все паниковал, что приеду домой, и как же там Новый год идет, работать не будет, что буду делать. Я приехал, вот, я молился, и Бог меня не оставил, Он мне дал работу ту, которую я хотел. Пожалуйста, мальчик, только, только, только действуем, не сиди на диване. Ну, я пошел, я езждаюсь в очередной раз, что, действительно, Он меня очень крепко держит, Он меня не отпускает. Потому что, если бы не была эта поддержка вот этого, то давно бы у меня уже не было. То, чего я творил, даже, будучи без алкоголя. Спасибо, Витя. Спасибо. Мне вот это тоже понравилось. Почему? Потому что я попала в завтра отчество, мне было 52 года, это было 19-го года, 21-го октября у меня, 3-го, пошло мое. Я попала в 19-го, и я сразу подумала, что это приехало бы, как все, в эти шрифты, традиции, которые противоречат друг другу. И все, я хотела высказать, вот, честно, он сказал, честно, высказывает, честно, а мне все помолчит, умолчит, потом спрашивает, когда, ты сколько-то, где-то. И все засмеялись. И мне сказали, что нужно отрезать быть на хотя бы один день, для того, чтобы говорить. Вот, но я честно сказала, я думаю, я сказала честно, а мне можно сказать, что я не выпила, но как-то, я подумала, все честно, надо говорить. А что я выпила там, 5 часов назад. А потом, я хочу там сказать, но мне не дадут говорить, а я пила 4 часа, потому что у меня эти 4 часа не выпить, сердце медленнее делается, приходилось скорость вызывать. Я не знаю, что делали ухор, делали все, как у Килина, два публикатор Калинина, пей, и тогда она начинает родиться. Я понимала, что я упираюсь. Но в 12 часа ночи мне позвонил один из сообществ, оказывается, подписали мой телефон, адрес. Так вот, Сережа писал, вот это все, на то же слева. Что ты делаешь? Я говорю, книгу, читаю, анонимные алкоголики. А он говорит, граждане, ну ты, ой, 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 ты честно, честно, ну достай это, ты честно, ты ловрикин, ты, ну как попросить этого, волна? А мне терпи уже володили, потому что выпивши. Ну хорошо, я попрошу, но честно надо, я думала, опять что-то честно, я достала. Я положила трубку, упала на колени, но я с палочкой ходила, после инсульта, после паралича конкретного, второго. И я не кричала. Ты отец мой, да? Тебе это нравится, да? Ну если тебе это нравится, тогда забери меня. А если тебе это не нравится, так забери, чтобы я не пила, я не могу. Ты понимаешь, это дед, ты не отец, вот, до конца. Это было моё молитву. Ну, а как так, никак, обувь, упор, куда-туда не могу, стать собакалерой, как бы меня. Вот. И я это самое, ой, как я встала. Как я встала, в полгутые водки беру, поваливаю, ну так. И думаю, что я делаю. Я же не встану потом. Ну, думаю, буду считать часы. Я иногда беру с собой тетрадку, где писала часы. Я писала часы. Первые девятнадцать часов у меня были в тренбусе. Двенадцать и ночи, как раз до собрания. Вот я когда пришла, вот тут я уже честно сказала, что я девятнадцать часов не пила. И можно говорить, да. Я не думала, что я, во-первых, через четыре часа тебе это не остановилась. То есть я не была нормальной. Я ничего не понимала, что делается. Я не поняла, что это был мой второй и третий шаг. Потому что я ещё тогда не понимала. Я думала, что эти все шаги, они против анчивы друг с другом. И это, как бы, это была та молитва, которая не по бумажке, которая была отец. И честная она была. Но я потом это поняла. И вот пошло. Ну, тут же кто, культурную достали. Шаги, конструкция, сутая, просто достали. А я не хочу эти жеребины. И думаю, а я честно прихожу, говорю, я же не делаю. Вот, но я тесная. И я вот так ходила, эхарея была. Но тут я сама не понимала. У меня... Поэтому это подруга. Это был спонсом. Вот, из Канады, с Алией. Она нас собрала, пять женщин таких. Ну, понимаете? Отдыхают у кого-либо, я так понимаю. Это пять женщин такие. И вот это надо было сделать. Я думала, что мы не делали шаги. Как же мы не делали шаги? Она нам разочаровала. Мы были... А-а-а-а-а, да, на знаме вот это. А-а-а-а, тю-тю-тю. И вот эти шаги мы считаем на Украине, и на Российской, и на знаме. И вот это, значит, я думаю, не пойду. Не пойду. И не иду, и не иду. Не иду потом. Думаю, не пойду, все-таки. Открываю тогда дверь. Ох, я как бы меня выучил. Закон. Я зашла, думаю, все сидят на ней. Думаю, что на меня на вы. И она на кухне садится, и как встала. Так, я добре, что ты пришла. Я же не знала. Ну, не так, по-моему. Думаю, что я приходила. О, елки-палки. Я думала, что я не могу разобраться. Что это такое? Я думала, что она... Ну, как бы, как бы, где-то навсегда. Да-да, вот, уехала. Я уже нет, она там побывала, знаю, по-моему, где-то уехала. Правда, она приезжала один раз. Да-да. По 12-м шагам. Никак не будет. По идее не шаг. И вот, честно. Я не сделала за эти два года ни одного шага. Она приехала. Я приехала, ну, давай, честно, ты кровь, читай, а я забыла. А я же приехала. Он приехал. Он, как, приехал, мне не... Не я ее уехал, давай, шеихка надо, да, сюда приехать. Не уехал. Честно. Ну, после этого, как она уехала, я начала делать шеиха, начну. Я стала их писать. Ребята, очень тяжело писать шеиха. Я вам скажу, честно. Но я честно, я их написала. Сделала ли я их, я не знаю. Но я их написала. Я знаю, что я делаю. Каждый день это первый шаг. Потому что он гласит, что я алкоголь. И он гласит, что я неконтролированная вообще. Вообще. Неконтролированная. И это каждый день. И каждый день второй и третий. А четвертый, не каждый день, но его души надо писать. Потому что он каждый день молится. А дастый и шестой. Ну, конечно, каждый день нет. Мы десятый каждый день делаем. Каждый день. И каждый день честно, плавно. Из плана не получается. Хотя я понимаю, что Бог там, да? Или... Ну, я же не хочу вот этот самый... Когда одна водка проплыла, да? Ну, давай, надо там снимать. Вторая лодка. А потом буквы утонула. А что ж ты, Боже мой? А что ж ты лодки паковал, а? Так и это... Так и я. Ну, я говорю честно, ребята. Я такой, видно, Николая, например. Честно. Не поеду в Николая. Потому что никто не звонил. Потому что я звонила, а мне не звонят, ехать или не ехать. Это же мне надо. Не-е-е-ет. Это мне за Николая. Я... Я не поеду. Ну, нет, все-таки, надо ехать. Позвонить. А, не поеду. Не мне звонить. Не поеду. А я телефон открою. Я его забываю. Я сверну. А там звонок и посылает. А, это не считают. Ты звонок и звонил. Ну, это я. Да, это я, я алкоголик. Ладно, пока вы местаны, бариня эти, девочки. Да. Я честно говорю. Ладно. Позитив. Какой позитив? Говорит Николай. Николай сюда. Деду, правильный. Ну, слушай, ну, я алкоголик. Я не понимаю, что это мне надо. Что я не знаю. Что это мой праздник в новом городе. Но я алкоголик. Я больной человек. Который обижается. А вида обложит мое сердце и мое здоровье. Я вам говорю честно. А для чего я это говорю? Я, ну, мне еще и дыма, я хочу. Нет. Вот на книге она говорит, честно перед собой. Но я хочу быть честно перед собой. Я хочу уехать из Нигала, получить хороший заряд. Без обязательной эмоции. Без того, что я, чтобы я могла каждому посмотрели глаза. Я хочу, ну, конечно, я хочу не быть виноватой. Но когда я все это проговорила, я понимаю, что я виновата. А я хочу быть, ну, кушисткой. Делаю кушисткой. Так что, ребята, я вам очень благодарна. Я вас поздравляю с праздником. Я вам желаю им прежности. Я вам желаю им шаги делать. Спасибо за внимание. Я буду дома работать. Я надеюсь, что мое честное выступление. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...